В администрации города Саки необычное для выходного дня оживление. Здесь принимали граждан по всем волнующим вопросам не только местные чиновники. Свой выездной прием лично провели глава Крыма и министры республиканского правительства. Каждый пришедший мог получить индивидуальную консультацию. Спектр вопросов волнующих крымчан обширный. От организации спортивных соревнований до проблемы регистрации земельных участков. Все подробности у Анастасии Соленек. Виктор Коваленко всю жизнь занимается спортом. После серьезной травмы он не бросил любимое дело. Наоборот, посвящает все свое время видам спорта, которые доступны людям с ограниченными возможностями. Плюс отдает много сил организации международного легкоатлетического марафона «Скифский берег». На приеме у главы Крыма он не впервые. В том году марафон состоялся у нас под патронатом Сергея Валерьевича, главы республики Крым. Он лично взял под свой контроль. Если бы в том году не его помощь, марафон был на грани срыва. И вот, поехал к нему на прием. Он очень принял, говорили, обсудили. Вопрос был решен. В этот раз Виктор снова пришел к главе Крыма попросить о поддержке. По словам мужчины, самая большая проблема – жилье для участников марафона. Сергей Аксенов с ответом медлить не стал. Развитие спорта для республики – один из важнейших вопросов. На прощание Виктор поблагодарил главу Крыма. Достигнутые договоренности закрепили рукопожатием. Свой прием граждан провели и министры крымского правительства. В одной комнате можно было получить консультацию практически по любому вопросу. Анастасия пришла к министру строительства республики за помощью. Девушка столкнулась с проблемой самозахвата. Мужчина, который живет в соседнем с ее домом бараке, решил, что придомовая территория находится в его ведении. Он просто без разговоров вырубил зеленые насаждения, цветы у нас там росли. И вывез землю, которую наш дом собственноручно за свои деньги завозил. Ставил там машину сначала, потом оборудовал себе стоянку. Начал, грубо говоря, капитальное строительство с возведением стен из бетона более двух метров. Сергей Кононов девушку выслушал и сразу подчеркнул – таких случаев немало. Что касается конкретно этого дела, то меры должны были принять еще прошлым летом. Анастасия писала письма, но везде получала отписки. Теперь все будет решаться по-другому. Мы вынуждены сейчас уже в судебном порядке приходить к тому, что требуется демонтаж незаконно возведенных сооружений. Эта ситуация взята нами на контроль. Людей, желающих получить консультацию и конкретную помощь, собралось много. По словам председателя Госкомитета по регистрации кадастру Александра Спиридонова, спектр вопросов обширный. Основная проблема – люди хотят сделать все и сразу, не понимая, что некоторые вопросы требуют большего количества времени. Речь идет об узаконивании того или иного строения. Вопрос как бы комплексный. От судебных тяжб до принятия соответствующих решений с советами. Вопросы подачи документов в Госкомрегистр по ТИФАНГУ ходят на второй план. Это довольно-таки уже нераспространенная категория по садовым товариществам, по самовольным строениям. Прием граждан продолжался целый день. В правительстве выслушали и проконсультировали максимальное количество граждан. Анастасия Соленик, Александр Тегнерид, Новремя новостей, САКИ.